Ну, вот мы начинаем, так сказать, разговор про Сергея Юльча Витта. К сожалению, он не очень-то широко известен ни в России, ни за рубежом. Вот мы сейчас попытаемся как-то восполнить этот недостаток. Он при всем своем иностранном имени, Сергей Юльча Витта, он совершенно православный человек, он родился. Мы с вами, когда разговаривали прошлый раз, мы как-то пытались сделать какие-то отметки. Вот когда говорили про Маннергейма, я сказал, что он был несколько старше Ленина. Вот Сергей Юльча Витта был старше Ленина на целое поколение. На 21 год он родился в 1849 году. И родился в дворянской семье. Его отец, ну, он был из вот Курляндии, ну, вот из Прибалтики теперешней. И семья теоретически считалась от остзаистскими немцами, но происходил, в общем-то, из Голландии. А вот Юлий Витта, он по большой любви женился на девушке из дворянской семьи, Фаддеева. Он перешел в православие. И Сергей Юльч, когда родился, так сказать, он как-то с самого начала был внутри семьи своей матери. То есть, он был человек глубоко и искренне православным. Вот. И он рос под большим влиянием дяди. Его дядя был генерал. Генерал Фаддеев. Очень такой, я вам скажу, человек экзотический. Он изрядно поездил по Свету. Он был, например, военным советником в Абиссине. И вот оказал на племянника большое влияние. Тот поступил в университет, занимался математикой и физикой. Кончил его с очень большим успехом. Он вышел кандидатом. И собирался заняться, он собирался заниматься университетской карьерой. И тут вот был такой первый, ну, что ли, момент, когда его жизнь могла бы пойти по-другому, но пошла вот по руслу государственной службы. Его дядя сказал ему, что для дворянина академическая карьера – это не лучший способ. Дворянин должен служить отечеству, государю отечеству. Ну, там, по штатской линии или по военной линии. И Сергей Юрьевич Витте, ну, Сергей Юрьевич, ему тогда был 21 год, он вот как раз в год рождения Ленина, 870, он поступил на государственную службу. На Одесскую железную дорогу. Это была государственная дорога. И его там, в общем, с самого начала, он поступил туда в известной степени по протекции дяди. Его с самого начала там готовили к некоторому карьерному росту. Он попробовал себя в самых разных областях службы на этой железной дороге. Он был даже кассиром там, сколько-то, какое-то недолгое время. Он занимался тарифами, он занимался инженерной стороной этого дела. И где-то, буквально там, я не знаю, через 2-3 года он стал начальником службы, службы движения. Ему прекрасно платили. Он, например, получал несколько больше, чем университетский профессор в свои 20 с небольшим лет. И вот так у него жизнь двигалась вплоть до начала войны на Балканах. В 877 году Россия при царе Александре II начала войну с Турцией. Теоретически за освобождение православных на Болгарии. Но цели были, конечно, пошире. Вот. И, естественно, началось движение войск через Балкан. Естественно, были задействованы железные дороги. На вот это вот движение войск посредством железных дорог надо посмотреть в определенной перспективе. В тот год, когда Сергей Юрьевич Витт поступил на государственную службу в 870-м, случилось грандиозное событие в Европе. Франко-прусская война, которая окончилась полным раздромом Франции. Родился германский рейх. Вот. Бисмарк. Второй рейх. Новая германская империя. То есть, громадные силы государства в самом центре Европы возникли. И все, естественно, все люди, которые были военными и занимались организацией государственных дел, они, конечно, с огромным вниманием смотрели на то, что же происходило в Пруссии. И вот было сочтено, что замечательную, оглушительную совершенно победу русских войск над французскими. Тут роль сыграли работы германского генштаба и организации перевозки войск с железными дорогами. Это, естественно, начали копировать. И вот, когда началась война в 877-м, естественно, было большое внимание к железнодорожным перевозкам войск на Балканы. И оказалось, что российский государственный, российский генеральный штаб очень сильно уступает по качеству германскому генеральному штабу. Все пошло не так, все оказалось перевернуто, начался такой классический, я бы сказал, русский благо. И вот на фоне этой дикой неразберехи, участок, за который отвечал чиновник государственных железных дорог, он был тогда в чине, который в военном отношении соответствовал штабс-капитану, Сергей Юльевич Витте, вот тут оказалось удивительное исключение. Ему было тогда, ну, что-то, 27, наверное, 28 лет. Он проявил совершенно необыкновенную распорядительность, во-первых. Во-вторых, он совершенно не побоялся взять на себя огромную ответственность. У него в мемуарах Витте об этом периоде говорится, что вот он как-то там, и он должен был перевозить какой-то кавалерию. У него не хватало ни паровозов, ни вагонов, ничего прочего. И он, как он говорит, что он не помнит, то ли дивизию он отправил, то ли бригаду, но он эту кавалерию отправил своим ходом, своей властью. Зато перевез пехоту и артиллерию. Он что еще сделал? Он самостоятельно, по собственной инициативе, поменял правила эксплуатации железной дороги. В то время на российских железных дорогах поезда были не шибко надежны, и к каждому прикреплялся отдельный персональный машинист. То есть он свою машину знал хорошо. И вот когда машинисту надо было как-то отдохнуть, перевести дух, то его паровоз снимался с эксплуатации. Витте это правило поменял. Он сделал сменную железнодорожную бригаду. Машинист уходил отдыхать, его сменял другой. Другая бригада, целая команда. И в результате у него он сумел вдвое увеличить объем перевозок на своем участке. За самоуправство его, кстати, посадили под арест, но поскольку без него станция не двигалась, то под арестом он сидел довольно странным образом. Значит, он ночевал на гаут-вахте, а утром за ним присылали пролетку и срочно везли на работу, потому что без него обойтись не могли. Он отличился там потом еще раз, когда уже с Балкан пошел поток раненых, их надо было перевозить. Он опять наплевал на все правила и отправил раненых товарными вагонами, настелив сено на пол вагона. Его обвиняли чуть ли не в военном преступлении, что он перевозит раненых как бревна и так далее, но оказалось, что на его участке раненых вовремя доставили в тыл к постоянным госпиталям, а на прочих участках эти перевозки захлебнули. В общем, короче говоря, когда военные действия несколько утихли, то вопрос стоял так, либо его надо увольнять, либо его надо награждать. И в итоге не сделали ничего. Он, правда, получил орден из Германии, что вот интересно. Его наградили орденом Красного Орла. Это был такой орден, который давали, в частности, иностранцам. Он получил самую низшую ступень, ну, самую такую малозначительную ступень, соответствующую его чину. Этот орден Красного Орла, он имел, по-моему, 4 или 5 степеней, я точно не помню. Вот он получил пятую. И начальство сделало запрос. У него спросили, за что же он получил орден от Вильгельма I. И вот Витте, ему еще 30-ти нет, он ответил, что, поскольку германский император дал орден ему, а не он дал орден германскому императору, то спрашивают, надо германского императора. Ему даже это сошло срок. Его оставили в покое. Но через какое-то время он решил, что на государственной службе он, так сказать, себя исчерпал. И он перешел работать на службу в частную компанию. Тогда, в это время, в России очень интенсивно строились железные дороги. И это были не только государственные дороги, но и частные. И вот его нанял такой замечательный человек по имени Иван Станиславович Блеох. Он был крещённый еврей. И банкир, промышленник, магнат железнодорожный. Он нанял Витте на службу. Сначала просто инженера. И тут у него сделал стремительную карьеру. Он стал начальником движения, по-моему, всех юго-западных дорог, как назывались владения Блеоха. И получал просто завидное жалование в 40 тысяч рублей. Для сравнения, значит, генерал-майор того времени получил 8. То есть, он получал зарплату пяти генералов. И так всё и продолжалось, пока он не встретился с царем. Они встретились в 1886 году. И встреча произошла, я бы сказал, так сказать, не при наилучших условиях для Сергея Юльевича Витте. Император следовал по линии, за которую он отвечал, на своём собственном царском поезде. Ему, естественно, все уступали линию. Он шёл зелёной полосой. Все встречные эшелоны сворачивали в сторону и пережидали на этих разъездах. А императорский поезд шёл там с огромной скоростью, с двумя паровозами мощными. И поскольку это был такой важный поезд, то Витте счёл необходимым его личностью сопровождать. И он настоял на том, чтобы поезд сбросил скорость. Значит, на станции, где была остановка, там надо было что-то сделать. Там, возможно, воды добавить, паровоз, не знаю. Но там была такая короткая остановка, и все вышли из поезда, в том числе и царь. И его адъютант устроил вид разнос. Просто вот форменный разнос. Собственно, начал-то сам император. Он сказал, что вот его... Почему ему ограничивают скорость? Он ездит по всем дорогам, ему там скорость не ограничивают. А вот здесь, на этой жидовской дороге, он именно так и сказал. Это был такой не очень деликатный намёк на то, что Иван Станиславович блюх, он хоть и крещённый, а его к евре. Ну, царю Витте возражать не посмел. Но когда его начал распекать царский адъютант, он сказал ему, что как там на других дорогах, он, так сказать, вмешиваться не может. Это вне круга его служебных обязанностей. Но на своей дороге он не допустит, чтобы случилось крушение, и государь сломал голову. Он не хочет за это отвечать. А движение с такой скоростью по данной дороге, оно опасно.